всем привет забраж 2019 и вот давайте рассмотрим как сделать туфик с ножками каприоли эти каприоли вот который в прошлом видео вот так вот поднабросал я думаю что они будут валяться а ну-ка давай-ка я соберу чего-нибудь из них и вот посмотрел нету именно пуфика на пуфик очень нужен в роликах погнали разбираться так включаем флор смотрим что да как вот так это нога здесь установлена по иксу по центру и погнали так саптулы append находим цилиндр ставим цилиндр жмем ctrl g пойдет теперь заходим в геометрии отключаем del low жмем dynamesh вот так вот так polish dynamesh вот все глаза будет нормально теперь сайс и все это дело вот так вот уплотняем вот где-то вот до такого уровня вот где-то так все его не двигаем первым делом что нужно сделать пока вот нога стоит отключить нужно видимость меня саптула вот этой ноги так посмотрим что тут сеткой все вроде нормально так control g пойдет так вот у нас установлен этот цилиндр теперь заходим в transform находим активация симметрии посмотрим радиалы поставим не так посмотрим по какой оси все это дело работает вот по y и прибавим побольше радиалов теперь сделаем дров сайт поменьше вот так и попробуем вот так что нибудь как control z интенсивность поменьше и вот так что нибудь начертим это будет центр следом начертим тут вот это будет еще центра ну вроде определились все нормально это очень пригодится наверное в будущем для установки чтобы все четко было не сбилось но я лично так думаю разметку к делаете на мебели или еще на чем-то но вот это то же самое будет так теперь transform надо это все дело отключить на x перевести ну и погнали добавлять детали ну и погнали добавлять детали как следом включаем ножку смотрим что да как и теперь в геометре можно немножко еще уменьшить вот этот сидушку переключаемся на ногу с помощью гизма и альт левая кнопка мыши надо все это дело уменьшить подгадать вот так все это дело отводим переворачиваем вот в такое положение так это получается так правильно работаем с этой стороной с левой и вот так все это так control z x английской отключаем симметрию и и где-то вот так вот прям вот на этот вот гизма треугольник выводим и вот так все это дело ставим ставим следом можно сделать дубликат а можно так что у нас тут с девайдами вот жмем the lower а теперь жмем control и вот это дело все копируем вот так теперь все дело это перекручиваем вот так и с помощью вот этого вот гизма устанавливаем вот сюда вот вот для этого видите и понадобился нам круг делаем control и и можно еще подкорректировать именно вот этот вот вот где-то вот тут его поставить вот так снимаем маску смотрим что тут как установилась вроде симпатично ну и теперь всему этому делаем моди фитопологи мира and well так ножки отзеркалились вроде все нормально вроде все пойдет следом давайте опять так перевернем так ножки пока можно отключить переключимся на сидушку поставим ее вот такое положение up and опять жмем цилиндр так теперь на него переключаемся control и control и ну что глажи был не знаю как надо делать не надо ну в принципе прикольная штука так теперь дай нам из полишь дай нам из все гладко все классно все зашибись так теперь сайс это дело все уменьшаем вот до такого размера и теперь по игрек все это дело вытягиваем но еще немножко уменьшаем принципе толстая она не нужна это как ориентировочная будет так смотрим куда она попала вот видите попала прям в центр вот это уже хорошо значит все будет оцентрована и и не двигаем не трогаем все пойдет теперь делаем ей дубликат переворачиваем так shift и левая кнопка мыши выравнивает отводим теперь дубликат в бок и разворачиваем где-то вот так вот ставим переворачиваем вот так вот и можно включить ножки и с помощью гизма все это дело вот так вот перекручиваем вот сюда вот так вот подгоняем и еще раз подкручиваем и выравниваем вот так чтоб она становилась если вдруг короткие то можно вот так вот их чуть-чуть за зелененькую потянуть и она вытянется но вы видите что она слишком высоко нам нужно ее именно вот в эти пазы подставить вот теперь опять мы это дело увеличиваем главное не сильно чтоб не вылазило нигде и вот такая штука получается так следом делаем опять этой штуки дубликат и уже разворачиваем ее по этим ножкам вот так и немножко подкручиваем ну вот где-то так чтобы с боков нигде не вылазило чтобы все ровненько вот вы видите крест стал теперь давайте их объединим сделаем merge down ок ну и все нормально вот тебе и ок пусть стоят как следом надо вот эту оформить сердцевину середину сердцевину добавляем опять же open добавляем цилиндр опять же на него переключаемся опять же control d control d опять же geometry del lower делаем зараз polish dynamesh и теперь опять же size и опять же все это дело уменьшаем вот так вот смотрим что да как если подойдет то оставим так ее так ну и немножко наверное сплюснуть надо вот это в таком духе вот что-то так в таком духе теперь жмем control и дублируем ее на низ зеркалем опускаем вот где-то вот так вот так и вот эту часть принципе можно уже сделать поменьше вот где-то вот до такого размера опять же gizmo чуть-чуть корректируем вот уже прикольное соединение так снимаем маску все вроде здесь уже красиво окно что еще можно сделать давайте низа оформим и вот эту серединку в этом нам поможет опять же моя любимая кисточка это курс лет вот это так теперь сделаем какой-нибудь примитив так давайте возьмем вот любой вот этот это что у нас тут такое палка центральная вот давайте сделаем дубликат так и теперь вот так порисуем от этого примитива как-нибудь фигурно вот такая штука получилась сейчас я вам приближу и вот так она выглядит ее можно здесь опять же тянуть корректировать видите изменяется размер если вот здесь вот корректировать бока то можно вот добиться вот таких вот прикольных результатов вот что-то в таком духе получается можно еще вот так вот вытягивать вот так вот еще с плюс ну давайте чуть сплю с ним побольше пуста на старой мебелью я видел такие болванки так ну и вот это все делаем снимаем курву жмем на наш и теперь делаем сплит гроуп сплит окей вот все поделилась вот этот вот штырь нам уже в принципе не пригодится а так оставим может еще такую детальку сделаем переключаемся на центральную вот эту и вот здесь вы видите что чуть косиной она установилась вот теперь бы ее хорошо ровненько поймать вот так как-нибудь и посмотрим так выровняем вот так нажмем на гизму и посмотрим в принципе вот болванкой можно вниз да а если ее вот чуть-чуть так сейчас если ее чуть-чуть в геометре сайзом уменьшить вот так и немножко вот так вот вытянуть вот так где-то и еще немножко уменьшить чтобы все это выглядело гармонично так это много вот такая штука получается можно чуть чуть вниз вот так вот ну и выровнять обязательно именно чтобы она по центру стояла вот так вы видите что прям она попала четко по трубе вот такая штука видно сразу что попали в центр это уже стопудей окно и что сделаем всему этому контрол д и сделаем дай нам с так вид поменялся печально контрол д но это не беда ее можно отправить если взять допустим кисть стандарт и опять же трансформ активация симметрии радиалы y так радиалов побольше и вот так все это дело можно так контрол д вот так вот так вот так все это дело можно оформлять вот так 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 дров сайз побольше вот так чуть-чуть это вытянем чуть-чуть его теперь поменьше и чуть-чуть надо сделать сделать где-то углубление побольше опять же дров сайз поменьше и вот так вот можно где-то по прорезать вот как вариант лепной детали так вот теперь с этой частью чуть-чуть можно поработать так дров сайз побольше и вот так вот вот так и все оформить принципе прикольная штука так и куда у меня пропали мои детальки вот они все появились так вот в принципе видно что нормально но теперь можно все это дело еще наверное уменьшить заходим в геометрии сайз и немножко это все дело опять же по игрек вот так вот чуть-чуть уменьшаем и немного ротации так x отключим и ротации доведем все прикольно так теперь трансформ опять же радиации активации симметрии x ставим y радиалы отключаем на x переходим и вот теперь я не знаю нижнюю надо оформлять да наверное надо да ну давайте опять же возьмем за основу вот эту вот центральную палку так сказать деталь ну и опять включим эту кисточку фигурную так и вот так вот что нибудь вот так вот и вот так что нибудь редкое замутим вот вот такая штукенция как раз пойдет с контрол так сейчас снимаем контрол z нажимаем на mess все теперь делаем опять же так саптулы сплит гроуп сплит окей так вот это уже можно удалить она нам не понадобится а вот с этим надо будет поработать опять же включаем все саптулы shift и на глаз с левой кнопкой мыши они все проявляются так вот эту теперь симпочку надо чуть-чуть перекрутить немножко опустить вот так вот в принципе мелкая она тоже смотрится офигенно типа как ну гайка что ли деревянная так это вот так вот поставим так ну и немножко подкрутим ее вот так вот вот немножко вот так вот подтянем перевернем все это дело и надо вот ее именно четко по центру поймать чтобы ее потом не коробило ну вот что-то в таком духе так и немножко наверное все таки еще вот сюда вот так вот так и немножко подкрутить и назад так все вроде прикольное вот так теперь давайте займемся вот этими ножками боковыми так чуть-чуть добавим им тут красоты кисть стандарт опять же трансформ активация симметрии по Y X отключаем радиалы радиалов побольше так драфсайз поменьше так а тут уже не получается у нас так это получается трансформ трансформ по Z тоже не получается потому что центра у нас надо было сразу их делать уже только делать именно по отдельности ух ты сколько их так это все отключаем значит будем работать просто с симметрией так смотрим что у нас там с симметрией вот так вот ставим вот таким вот боком теперь приближаем alt левая кнопка мыши и все это дело вот так вот вот так вот немножко моделируем так идет сохранение погнали дальше вот так чуть-чуть приминаем вот делаем вот такую что-то как будто резная вот так ну и где-то утутное добавим поварить вот так вот во первых она и вид сделает ее вроде как потоньше вот так вот что-то все прикольно так и оставим как балясина ну и давайте тут повторим все это дело надо на будущее запомнить что сразу вот эти вот детали прежде чем устанавливать хорошо бы их сразу все проработать ну первый раз я делаю этот пуфик так что можно скостить вину вот так все это дело моделируем и вот так приминаем вот так вот так по-быстренькому дешевый наверное будет ну фиг ну вот уже прикольно так теперь надо же подушку x отключим append включаем и жмем именно сферу переключаемся на сферу делаем сфере сразу дай на мэш чтобы она потом так polish дай на мэш все нормально теперь по сайзу все это дело уменьшаем чтобы она именно в центр стала вот так вот чуть-чуть прибавляем включаем гизму находим вот эту зелененькую оба и вот так все это дело приминаем так можно вот так вот сделать туфик подушка она по-моему так сверху сейчас посмотрим где-то так вот вот так вот пускай будет и немножко еще можно ее поприжать так именно на зеленую и сделать ну где-то вот так сплюснутую так снизу вроде тоже прикольно она смотрится но я не знаю оставлять ее не оставлять так мы сейчас сделаем по-другому сделаем вот этой подушке дубликат дубликат переключимся на верхнюю ctrl shift и rim rect и вот так все это дело обрежем так вот уже прикольное все хорошо ну вот вот эту часть вот лучше с тайлом чуть-чуть уменьшить уменьшить и вот так чуть-чуть уменьшить вот нормально чтоб не выпирало из каймы так ну а с этой подушкой с нижней сейчас попробуем тоже разобраться ее тоже вот так можно обрезать вот таким вот образом верхнюю отключим так а нижняя ну в принципе если взять еще ее обрезать вот так вот получилась вот такая вот штука вообще прикольная и сделать чему этому ctrl w и dynamesh так смотрим что тут сеткой все нормально все прикольно так и верхнюю тоже крышку так это все видимость включаем верхней крышки тоже делаем ctrl w и делаем dynamesh все прикольно вот такая вот штука так ну теперь давайте вот этой подушке сделаем каретную стяжку как будем делать заходим surface noise здесь вот можно вы видите подушку крутить как и на экране и вот альфа альфа офф альфа он и находим именно текстуру вот этой вот каретной стяжки все вылетает из головы теперь вот это все на минуса убираем вот эти ползунки они нам не нужны а вот sky вам можно теперь регулировать так что то вот так так мелкие они сильно не нужны вот так поставим теперь все это дело вот здесь вот окошко можно вот так все потянуть и немножко сплюснуть так fl углубление present это вот так и мод вот таким вот образом так если вот это нас все устраивает вот такая штука так еще можно так так хорошо чтоб красиво было ну где то вот так пойдет ставим ок она вот применяется вот такой у нее внешний вид ставим mask by noise и заходим теперь в деформацию но я вот так лично делаю есть еще варианты в прошлых роликах я об этом уже показывал и заходим in flatten тоже прикольная штука смотрим что да как вот так вот раз и снимаем маску вот такой прикольный пуфик получился любую можно любой материал можно на сидушку крепить все прикольно будет так ну и давайте вот здесь по канту вот по этой штукенции сделаем рисунок именно узор какой-нибудь добавим так можно конечно кисть сделать но это долго будет опять же видео по этой теме уже есть так это все вот она есть и попробуем все это дело кисточкой теперь так вот brush находим где у кого кисточки сохранены у меня вот именно в папке все для the brush вот они кисточки где-то первая вторая должна подойти так ну и посмотрим вот центра так это мелкая ctrl z ставим drag size побольше интенсивность побольше и попробуем еще раз ну в принципе ну в принципе ctrl z интенсивность чуть-чуть поменьше а то многовато слишком вот беда в том что тут этот кисточка хорошая но мышкой наносить очень неудобно вот вот так что-то получается теперь вот именно нужно вот здесь ее поймать так ctrl z так если ее тут чуть-чуть подгладить и начать вот отсюда так ctrl z ctrl z понятно начинаем вот так вот и потихонечку выводим вот где-то вот так узор наложился где-то есть дефект его конечно желательно подправить но мне вот неудобно лично мышкой вот так вот все это дело вести так раз узор добавили увеличился пуфик давайте теперь подушки увеличим вот эту верхнюю подушку теперь можно сделать больше так геометри и сайс так это чуть-чуть многовато ток ну под使用 неплохой вариант на всю длину да и никак не поймаю так попробую скайл так сначала вот так вот чуть больше сделаем вот так вот и считай поймалось чуть-чуть вот этими под корректировать смотрим что да как вот такая штука вот такой вот прикольный пуфик все всем пока до свидания дальше тут возможности еще валом можно раскидать крепление полностью вырезают эти плотницкие и потом разбить допустим shift n когда вы объедините все это жмете shift n и все это дело может под прикольно так разлететься или вот по саптулам делайте пазовый так control n делаете пазы полностью тут как там называются шнифты крепеж и так далее все это разбиваете и получается вот такой можно делать продавать тут я не знаю может больше эти как-то уводить больше ножки ну в принципе так то смотрится вот сверху прикольно не знаю будут они мешаться нет но это уже технические вопросы так что можно эти ножки еще увести вглубь не беда допустим вот переключиться на ножки так сейчас сколько время там уже так так переключаемся на ножками а время уже ролик затянутый допустим вот находим где тут x вот они симметрия так вот эти ножки попробуем за ухты и обрезал так вот эти ножки маскируем и вот эту ножку маскируем вот эту ногу можно увести чуть вглубь вот так маску снимаем вот эти две ноги маскируем теперь вот эти маскируем и вот эту можно также увести вглубь маску снимаем и заходим в гекометрии и жмем модифит ополшим мира and well смотрим какая сторона зеркалится получится нет вот получилось все прикольно вот уже уфик еще по-другому стал выглядеть уже нигде почти не выпирает вот уже прикольная штука все всем пока до свидания а а まだ а ладно л Продолжение следует...